Отлично. Мы приветствуем Игоря и интересуемся, готовили Игорь к диагностике, доверили нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит. Отлично. Разбей его на 7 фантомов, 1, 2, 3, и посмотри, пожалуйста, на деформации, затемнения. Ну, у нас есть здесь, давай каналы сразу выстраивать, или как? Хорошо, давай сделаем так. И собираем все тела вместе, 1, 2, 3, и я даю команду, скэнер на счет 3 начинает ложниками. 1, 2, 3, скэнер начинает сканировать, Игоря. Бес у нас есть, суккуб у нас есть, даракон, спрут. И вот этот бес, он под ним сделал какую-то сетку, и он как на батуте от нее отскакивает. Суккуб, дракон, бес, спрут. Кто еще был? Все. Четыре канала, да? Да. Так, считай цифры над головой беса, 1, 2, 3. 8. 8. Хорошо. Драконь какой? Синий дракон. Синий. Цифры над головой? Две головы. Хорошо. Какая? Две головы. Цифры 1, 2, 3. 806. Да. И 32. 32. Хорошо. Так. Граждане алкоголики и танеядцы. Вы обнаружены? Вы знаете, куда вы попали? Бес, обращаюсь к тебе, ты знаешь, куда ты попал? Вижу. Вот у беса вот это, как сетка, я уже сказала, и под сеткой там, как портал черный, такая дыра под ним. Воронка, да? Воронка не ушла, разве? Нет, воронка и сетка, они стоят. Давай, наверное, уберем их, они нам будут мешать работать, да, Вера? Давай, конечно. И силами его намерения, это воронка, выходит сейчас из-под Игоря. 1, 2, 3. Это сетка силами его намерения, уходит из его биополя, зависает все в воздухе перед Игорем. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Готово. И вот Игорь, он как прекратил прыгать, он остановился. И открывается портал под этой сеткой, в галактическое ядро. 1, 2, 3. Она улетает в галактическое ядро вместе со всеми присадками, которые мы вытащили. Закрывай, опечатай, растворяй. Игорь, он говорит, устал. Все, сейчас решим, Игорь, все решим. Так. Сейчас давай еще раз просканируем. Давай просканируем еще раз. Конечно, эта сетка могла что-то искажать. И я даю команду, и, значит, 3 сканера опять начинают сканировать Игоря на этих же частотах. 2, 3. Какие все каналы проявляются? Пошел сканер. Все в клетке. Значит, у нас получается 4 канала, да? Да. Хорошо. Давай тогда переходим к процедуре чистки. Так, я предупреждаю каждого. Если кто-то будет мне врать здесь, или перекрывать канал, или энергию, я его моментально в этой клетке сжигаю. У меня есть оружие на каждую сущность, находящуюся в этой клетке. Всем понятно? Спрута непонятно. Отлично. Направляю на спрута свое оружие. Удар мощнейший на частоте спрута. Влад, давай. Ну, из него жидкость стала выходить, и он отполз в угол. Я еще раз спрашиваю, спрута тебе непонятно? Ну, он как сдается, так вот. И в моих руках появляется шар от мана. Я повторяю свой вопрос. Тебе понятно, спрут, или нет? Да, он сдается. Все, убирает от шара от мана. Лапой бьет. Выражать-то надо, чтобы тебя понимали. Еще одна попытка к агрессии. Ко всем обращаюсь в этой клетке. С него белая такая жидкость плотная выходит. Он ее вот этими щупальцами к себе под... Сам виноват. Все, поехали. Начинается реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Игоря спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную. Патогены низкой вибрационной энергии в его биополе 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы сущности, подходя к своему каналу. Каждая сущность подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Игоря произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Игорю. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Пошла энергия в сильном потоке. И посмотри, от кого идет больше всех. Вернее, к кому. Ты знаешь, у нас еще один канал выстроился. Вот так вот. Вот я его и искал. Правильно? Пятый канал. Кто у нас там? Он не появился? Арахноид. 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 Ты пытался меня обмануть в моей комнате диагностики? Направляю. Влад, мощнейший удар. Начистоте арахноида. 50 тысяч герц. А он, знаешь, он как из этого канала выбежал. Мне все равно уже. Раньше надо было выбегать. 50 тысяч герц удар. Он перебегал с одного тела в другое, чтобы его не нашли. Понятно. Вот тебе за эту хитрость ты сейчас еще получишь то же самое, что получил спрут арахноида. Это понял? Еще один. Еще один арахноид? Арахноида, да. То есть, для каких у человека головные боли были? Они не в голове. А где они? По телам бегают? Они желтые, оранжевые. Ничего себе. В двух арахноидов я еще не встречал. И вот Игорь, он как скидывает себя. Он вообще в шоке от увиденного, честно сказать. Тонкая копия. Ну и нас это удивляет немножко. Хорошо. Нет, вот я имею в виду, он спрута. Вообще неприятно все это. Игорь, мы рядом находимся, все нормально. Он не может понять, что это в нем все сидело. Это все сидело в вас, это все сейчас находится в клетке. Все нормально. Говорит, уберите с меня все. Все убираем. Все убираем. Чижеродное. Все чижеродное уберем, как и обещали. Хорошо, поехали дальше. Так. Пятый, шестой арахноид, да? Шесть каналов получается. Один канал идет к арахноидам. Один на двоих. Поделили. Ну, для меня это все равно шесть подселенцев. Так, арахноид. Он получил 50 тысяч герц, Вера? Да, он получил, и второй выбежал его спасать. И второй получает 50 тысяч герц удар. Это вам за обман. Я не терплю обман. Я когда сказал всем выйти и стать, все должны выйти и стать. Те, кто не выходят, те получают наказание. Все понятно, арахноид? Он повернулся задом, я так понимаю, и стреляет в тебя паутиной серой какой-то клетки. Она долетает домино? Нет, она возвращается к нему назад. У нас там такая защита. Ну, за этот пуканье направляю на него свой лазер. Мощнейший удар лазером. Один, два, три. Пашу удар. Лапа отрезала. Вот так вот. Будешь в следующий раз знать, как попу показывать, когда тебя не просят. По-другому в угол он забился. Хорошо, отлично. Я предупреждаю всех присутствующих, я шуток здесь не понимаю. Любая агрессия воспринимается, как объявление мне войны. И заканчивается фатально для вас. Всем понятно, еще раз спрашиваю. Сукуб, тебе понятно, куда ты попал? Понятно, да, всем понятно. Бесу понятно, куда он попал? Понятно. Дракон, ты понял все? Дракон кивает, да. Хорошо, за последних спрута и двух арахноидов спрашивать уже не нужно. Так, они забрали всю свою энергию, да, Вера? Отчуждение, вернее. Мы сделали отчуждение. Ты скомандовал, но мы занялись арахноидом. Давай еще раз. Хорошо, и еще раз. Я даю команду на реверс энергии. Проецируются любые энергетические, сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, которые подключены сейчас к биополю. И на счет три. Игорь начинает отторжение всей чужеродной энергии в своем биополе. Один, два, три. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Игорю. Энергия страха, неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Какое замечательное оружие. Энергии идут сейчас. Попа повернулся ко мне и стрелял паутиной. Да. Вера, ну такого оскорбления я, честно говоря, еще никогда по отношению к себе не видел. Ладно, там с демоняками, там с бритвами, со всеми этими копьями в спине, в ножах. Сердце сколько доставали. Да, это все ерунда, ты тонкую копию не видишь. Я первый раз такую копию вижу. А в шоке вообще. Это нормально. Все бывает. Он же знал, куда он идет, и от чего он избавляется. Догадывался? Вот так вот они выглядят. Посмотри на их. Неспокойные очень. Он? Энергии неспокойные у него. Нет гармонизации. А с такими... Как сказать, очень возбуждаемые. Перевозбуждаемые. То есть там, где можно легко возбудиться, идет перевозбуждение. Это могло быть связано вера с арахноидами. Они очень любят, и бесам любят такие вещи. Ночью ему суккуб не давал с покоем. Днем ему дракон. Так он прыгал на этом батуте, конечно. Ну вот. Какое там спокойствие будет? Сейчас все уберем. Стряжение постоянно. Гармонизируем его, нас заправим энергиями. Все будет чистеньким, все будет нормально. Хорошо. Забрали все? Да. Устанавливается в фильтр золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Игорь забирает чистую и светлую божественную энергию. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последнего микрона, возвращает Игорь себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Энергии идут, и он говорит, дайте мне что-нибудь. В плане? Ударить он и хочет тоже. Не надо, наверное, Игорь. Для этого мы здесь, мы сами все разберемся. Бить надо умело, и можно еще и отхватить, если не знаешь, кого бьешь. И защиты нет. Вот этот пукающий арахноид, к примеру, вот этой паутины, он мог бы точно так же за секунду заразить тебя, и всеми этими негативными энергетиками у тебя просто трясло. Поэтому все нормально. Ты говоришь ему, что ты отрубишь каналы этого достаточно, у тебя еще много работы сегодня, ты ему говоришь. А, вот тогда правильно говорю. Вернули энергию. Отлично, хорошо. И сейчас я подхожу к Игорю, кладу ему руки на плечи моей собственной энергии. Стоп. Делаем проверку. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. Еще раз. Если что-то осталось. Они не забирали еще. Никто еще все вернул. Они вернули энергию пока. Понятно. Хорошо. Начнем тогда с суккуба. Суккуб выходит сейчас без глупостей. Ты остаешь все, что ты оставил. Я буду проводить проверки. И становишься в клетку. Решетки снимает он. С горла. Свой ошейник, да? Да. Ленты снимает какие-то. С рук снимает. Ого, у него даже на голове что-то. Как маска кожаная. Полосками такими. А инкубы и суккубы всегда полосками делают. Но это хоть хорошо никого себя не предлагает. Он тебя боится. Все сняла. Отлично. Встала в клетку. И бес выходит сейчас. Достает свои качельки. Или что-то там оставил. Батутик. Без глупостей. Батутик мы уже уничтожили. А хорошо, что там осталось от беса. В его интересах найти это и вытащить. Копыта. Давай. Он и копыта поставил ему. Как сапоги такие, копыта. Он из него бесы делал, конечно. Хорошо, давай, доставай. Снимай. На пояснице он ему что-то закрепил. Пояс такой. Как у штангиста. Ну, я вижу в подвыночнике. Вытащил он. Все. Все вытащил. Хорошо. Встал в клетку. У нас остался дракон синий. Сейчас выходит, вытаскивает все свои пластины, которые он оставил. Все, что он оставил, вытаскивает. И возвращается в клетку. Пластины две. В синем и в зеленом телах. С разных сторон обе. Их под ключики идут. Снял, забрал. Хорошо. Так, у нас остался спрут. Я думаю, спрут понял. Или еще повторить. Что никаких попыток воздействия здесь я в комнате не терплю. Я ожидаю от него кооперацию. Он сейчас вышел и достал все, что он оставил. Высосал всю жидкость. Если загорится лампочка, что что-то осталось, я пошлю тебе 2 миллиона герц. Понял. Вышел и достал все. Все свои щупальцы или что он там оставляет у нас. Присоски на голове, как ободок и по спине. Это в его интересах. Или я их сожгу, или он их заберет. И вот эта белая жидкость тоже есть в голове. И жидкость высасывает всю полностью. Никакого ни микрона не должно остаться там. Но самое главное еще, пока не спросили, пусть он снимает. Так, я спрашиваю сейчас у беса. Как долго он находился в этом теле? Три года. Сукуб, как долго ты находился в этом теле? Полтора. После беса пришел. Понятно, кто пригласил. Дракон синий, как долго ты находился в этом теле? Девять лет. Девять лет? Вау. А как ты зашел? На какую энергетику? Что ты ему пообещал? Сон показал красивый. Ну хорошо. Расскажи нам, какой сон. Я знаю, вы мастера снов. Вы святыми представляетесь и говорите человеку. Космос показал. Космос показал. То есть ты ему показал те картинки, которые ты сам видел, правильно? Да. Понятно. И он их воспринял как что? Как сладкий сон. Великолепно. Это для тебя является основанием войти в биополе человека? Это не основание, это уловка, чтобы войти в поле человека. Мое основание – это контроль над ним и откачка энергии. А также воспитание моей младшей головы. Я понял. Ты только из-за нее и пришел. Мы в курсе, когда младшая голова с такой разницей, то ты, значит, ее воспитывал и позволял ей очень много. Теперь скажи, какие ты реакции вызывал в нем? Разные. Спрут все достал, Вера? В клетке? Хорошо. Разные вибрации. Какие именно эмоции? Спрут из ракон достал. Хорошо. У нас арахноид остался. Так, у нас есть арахноид. Кто из них готов со мной разговаривать? Кивают оба. Поняли свою ошибку? Кивают. Если не хотите конфронтации, слушайте мои слова. Я никогда не воздействую на тех, кто со мной кооперирует и кто отвечает мне на мои вопросы и говорит правду. Этого могло бы и не случиться, если бы ты мне не повернулся своей попой и не начал мне здесь стрелять своей вот этой паутиной. У меня тоже есть такая пукалка на руке, я тебе могу ее показать еще раз. Поэтому вышли сейчас и вытащили все, что вы оставили в биополе Игоря. Я после этого буду проверять 2 миллиона герц. Если лампочка загорится над вами, в ваших интересах, чтобы вы это все достали. Поверьте мне, там будет такой удар. Лара, приступайте, потом доложите. Наблюдай, Вера. Они забирают в желтом теле, в оранжевом снимают, инкубаторы снимают, паутину забирают. И инкубатор поставили, да? Так, Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Около 2 лет. 2 года, хорошо. Второй, как долго? Оба так, одинаковое время. 2 года, хорошо. Спрут, как долго ты находился в этом теле? Он недавно, он около года. 8 на месяц. 8 месяцев, 8 месяцев. Хорошо, я услышал. Понятно. Так, Арахноиды забирает все? Все забрали? Да. Хорошо, даю последний шанс. Если кто-то что-то забыл, посмотрите внимательно. Нет, начинаем, приступаем к проверке. И я даю команду. Скеннер начинает сканировать все 7 тонких тел Игоря. Находит малейшие микронные наночастички от интерферентов. Если что-то есть, загорается сразу. Маячок вместе интерферент и маячок над камерой ответственно. 1, 2, 3, пошел скан. А у нас какие-то тут птицы 2. И сила моего намерения птица отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Бесплотные или что-то? Арахноиды их затащили. А что они не вышли? Они... Вот эти как на Айсию? Нет, маленькие, дохлые, как дохлые. А ну поставим маячок зеленый-красный, органический, неорганический. Зеленый-органический, красный-неорганический. Какого цвета маячок? Зеленый-красный. Зеленый-органический. Красный. Красный. Открывается портал в галактическое ядро и скидываем их в галактическое ядро. Нам еще мусора здесь не хватало. Закрывай, опечатай, растворяй. Дохлый птиц. Хорошо. Как сканер у нас идет? Сканер заканчивает работу и показывает зеленую или красную лампочку. Места интерференции ярко-красные маячки начинают мигать. Зеленый. Отлично. Подхожу к Игорю, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом 100 тысяч герц, сжигая все каналы. Один, два, три, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Они все забрали, мы их всех почистили. Да, Вера? Можем отпускать? Игорю понравилось. Кому? Игорю понравилось сжигать каналы. А, вот, Игорь. Вот так вы можете это сами делать. Хорошо. Так, начнем с тем, кто больше всех отхватили. Арахноиды. Говорит, пусть попробует только прийти еще. Отлично. Намеряем, мне уже нравится. Хорошо. Арахноиды, вы поняли ситуацию, вы больше никогда в это тело не приходите. Это уже на ваш страх и риск. Я буду регулярно его проверять. Если я кого-то найду, я его уничтожу без разговоров. Потому что человек сегодня прочитает манифест, и если вы нарушите этот манифест или кто-то из присутствующих, он сгорит. Всем понятно? Отлично. Открывается наверху портал на частоте арахноидов. Один, два, три. Они оба уходят на свою частоту. Один, два, три. Готово. Закрывай, опечатай, растворяй. На частоту переходим на спрута. Спрут тоже самое. Ты все понял, да? Да. Он уничтожит. Хорошо. Открывается наверху. Я буду проверять. Смотри. Спруты и драконы, они до них что-то туго доходят. Они всегда думают, что их не видит никто. И открывается наверху портал на частоте спрута. Спрут предупреждает. А если ты что-то надумаешь в меня кинуть, я тебя затащу назад. Понял? Да, он понял. Открывается наверху портал на частоте спрута. Один, два, три. Против часовой стрелки. И спрут уходит на свою частоту. Забывай дорогу назад. Закрывай, опечатай, растворяй. Это фишка у них, вот это с киданием всего. Хорошо, так, без. Ты в это тело больше не захочешь. Ты, я думаю, не хочешь больше меня видеть. Если мы встретимся опять, то кто-то из нас не уйдет. Я тебе гарантирую, что это буду не я. Ты это понял? Да, он понял. Даже не пытайся. И еще вопрос. Есть в квартире там порталы? Где ты выходил? Нижний портал под ним был. Убрали мы его. Мы его убрали. Хорошо. С батутом, который был с сеткой. Без, скажи мне, есть лярвы на теле? Да, есть. Поясница. Ты хотел бы спросить меня, мог бы ли ты их забрать? Да, он хочет лярвы. Давай, берите лярвы, я разрешаю тебе их забрать. Только все забирай. Поясница на пояснице лярва. И на спине у него где плечи в этой области. Собрал он все. Лучше пылесоса любого. Хорошо. Все, Без, ты готов уходить? Да, он готов. Хорошо. Открывается внизу портал на частоте Беза. 1, 2, 3. Без забирает все, что принес и уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Ушел? Ушел. Хорошо. Переходим на Сукуба. Сукуб готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Сукуба. И Сукуб уходит без болезни на свою частоту. 1, 2, 3. Забирает все, что принес. Есть. Хорошо. Закрывай, опечатай, растворяйся в огненной пентаграмме. И дракон синий. Все понял. Я не буду повторяться. Ты готова уходить? Да, готова. Даже не пытайся подключаться, потому что ты понимаешь, я найду всех. Все. Открывается наверху портал на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою частоту. Забирает все, что принес. Закрывая, опечатая, растворяя. Готово. И включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, сжигающие все чужеродные энергетики, находящиеся в этой комнате, не принадлежащие тебе, мне или Игорю. 1, 2, 3. Пошел свет фиолетовый. Есть. Отлично, хорошо. Мы закончили чистку Игоря. И сейчас у нас остались вопросы к куратору. 10 вопросов. И я делаю запрос в энергоинформационном полюсе. И прошу к нам в комнату диагностики прийти куратора или учителя 1985 года, воплощенного на земле. 1, 2, 3. Щена, светлые волосы, длинные. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Мы приветствуем учителя или куратора Игоря. Представьтесь, пожалуйста, кто вы учитель или куратор. Как вас зовут? Куратор. Как нам называть вас? Нам обращаться к вам? Клаус. Клаус. Отличное немецкое имя. Приветствую вас, Клаус. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашего подопечного Игоря. Вытащили с него там кучу всяких паразитов. И он изъявил желание, сейчас он чистый, мы его заправили энергией, он изъявил желание задать 10 вопросов своему куратору или учителю. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Прошу тебя, мой друг, спрашивай, что угодно. Отлично, благодарю. И я приветствую всех и благодарю за встречу. Принимаем вашу благодарность. Они знакомы. Они знакомы. Безусловно, кураторы и подопечные знакомы. Конечно, знакомы. Может, даже из прошлых жизней. Первый вопрос. С какого уровня я пришел на Землю? То есть он имеет в виду уровень высшего Я. Двенадцатый. Второй вопрос. С какой целью и задачей я пришел в это тело? Защищать близких. Задача у души одна – развиваться и получать опыт. Но так как ты защитник, твоя задача – защищать ближних. Не обижать. Не то, что не обижать. Защищать тот, кто слабее. Слабых защищать. Воин для этого и создан, чтобы защищать слабых. Благодарю вас, уважаемый Клаус. Следующий вопрос. Третий вопрос. Какому типу душ принадлежит моя душа? Я имею в виду космическая, земная, английская. Космическая душа. Космическая душа. Четвертый вопрос. Он написал, но вы на него уже ответили, на каком уровне находится мое высшее Я. И с какого уровня я пришел на Землю – это одно и то же. Ну, видать, Игорь не знал об этом. Хорошо, я поменяю этот вопрос на вопрос, сколько кармических узлов у Игоря и сколько еще осталось? Пять узлов, три прошел, два впереди. Благодарю вас. Пятый вопрос. Будет ли являться грехом осознанный самостоятельный выход из тела или нужно ждать обычного перехода? Если ты говоришь о тонком теле, греха нет. Насилие над физическим несет грех в вашем понимании. Уничтожение программы души. Благодарю вас. Да, на отрезок времени. Благодарю. Шестой вопрос. Как мне научиться общаться со своим высшим Я? Научиться самогипнозу. Это то, что мы делаем. На нашем уровне это называется телепатия. Вы можете делать это в таранцевом состоянии. Те, у кого выше уровень, намного выше уровень, могут общаться с телепатией. Такие есть на земле. Конечно, могут. Мы общаемся, например, с нашими учителями, кураторами. Это абсолютно нормально. Но для этого надо работать, инвестировать время свое. Этим надо заниматься. Регулярно прочитать каналы, очищаться. И, конечно, так. Сегодня-назавтра ничего не будет. Но главное не останавливаться. Благодарю за этот ответ, Клаус. Очень приятный ответ. Хорошо. Я перехожу к следующему вопросу. Есть ли у меня... Седьмой вопрос. Есть ли у меня родная душа в духовном мире? Встретимся ли мы с ней? Мне немного непонятен вопрос. Я отвечу так, как я понимаю. Родственная душа есть. И вы непременно встретитесь. Будет зависеть от вас обоих. Как быстро. Хорошо. Я думаю, Игорь понял ответ. Восьмой вопрос. Кем я был в прошлом материальном воплощении? Он имеет в виду, наверное, скорее всего, свою прошлую жизнь. Последнюю. Я могу понять это как воплощение земное. Земное. Он почему-то написал материальное. Правильно было. Земное воплощение. Он мне показывает какой-то замок. Это Франция. Он был женщиной. В такой накидке. Капюшон, накидка. Вижу. И у нее в руках коробка какая-то. Ну, как шкатулка. Не коробка. Шкатулка. И идет хранительница знаний каких-то. Как библиотека или что-то такое. Какие-то года? 1657. И кем он был там? Хранителем знаний? Хранительницей знаний? Или библиотекарь? Или как это понять? Или какие-то тайные знания? Определенный пост занимал. Определенный пост. Хорошо. Благодарю вас. Десятый вопрос. Последний вам вопрос. Нет, это девятый вопрос сейчас будет. Я надеюсь, вы поймете, о чем идет речь, потому что я пока не понимаю. Кем я был, на каком уровне в крайнем духовном пространстве? Кем я был и на каком уровне в крайнем духовном пространстве? Я могу понять это как крайняя прошлая жизнь души. Твоё последнее воплощение было не на Земле. Не на Земле? Нет. Он мне показывает такой какой-то спейс, космический корабль, центр огромный такой. Здесь ты служил, выполняя свой долг, свою миссию. Космическая полиция. Космическая полиция. Отлично. Почему-то говорит, что ты был рядом со мной. То есть мы вместе служили на одном корабле. Он и продолжает сейчас служить. Я тут сейчас там. А, понятно, понятно. Клаус, значит, вы его сослуживец, у нас так говорят. Аккуратно. Куратор в этой жизни и друг в жизни, когда он вернётся назад, правильно? Совершенно верно. И, может быть, в следующей жизни он будет вашим куратором, как отец это всё и задумал. Благодарю вас. Очень интересные ответы. Мы часто встречаемся с межгалактической полицией и с высшими светлыми структурами. По роду нашей деятельности к нам попадаются в последнее время очень опасные сущности. И мы поэтому кооперируем и работаем с ними. Я понимаю, о чём идёт речь. Я тогда перехожу к последнему, десятому вопросу. 22.02.2022 по программе «Реинкарнации Земли» намечено большое печальное событие. Землетрясение, потоп вулканы. Указывается карта Эдгара Кейси, но есть две карты в интернете. На одной Украину не затопит, а на другой затопит. Вопрос. Так какая карта верна? Будущее многогранно. Всё зависит. Не всё, оно большинство зависит от вас, людей. Потопы и сейчас случаются у вас на Земле. Не только потопы, но и другие стихийные бедствия. Да, горит всё. Если вопрос был, исчезнет ли Украина как страна из-за потопа, мой ответ – нет. Возможно, частичные потопы будут в разных регионах Земли. Но государство Украина не уйдёт под воду? Нет. Отлично, я точно так же понял этот вопрос. Уважаемый Клаус, мы закончили наши вопросы. 10 вопросов, которые задал Игорь. Если вы хотите, сейчас был бы самый лучший момент, вы можете передать ему своё личное послание. Игорь, это обязательно услышит сегодня, наверняка, уже или завтра. Я буду рада, если Игорь свяжется со мной перед тем, как связываться с Высшим Я. Безусловно, я хотел Игорю тоже дать совет, это очень важный совет. Это не первый куратор, которого мы встречаем, наверное, уже сотый, может, двухсотый. И поэтому все говорят, свяжись сначала со мной. После этого уже Высшее Я. Почему? Потому что… Не только проще, но ещё намного выше опасности на том пути. Надо уметь различать и проверять эти голограммы. Если Игорь не умеет голограммы проверять, то вместо свышего Я он будет разговаривать с рептилоидом. Мы знаем эти случаи, мы уже такое проходили, поэтому я просто рекомендую Игорю действительно связаться с Клаусом на корабле. На многие твои вопросы смогу ответить я, если ты хочешь связаться с Высшим Я для того, чтобы прочувствовать эти энергии и просто познакомиться. Как уже сказал этот чёрный ангел? Извини, как тебя называть? Влад. Четыре буквы. Как сказал Влад, я бы не советовал связываться с Высшим Я, пока ты не будешь уверен в своих силах. Ну а со своей стороны Клаус можно добавить. Мы предлагаем эту услугу, мы можем его защитить и поднять на уровень Высшего Я и будем рядом стоять. И мы это делаем регулярно, поэтому я рекомендую или в защите хорошей с нами, или же лучше сначала свяжитесь с Куратором. Это будет намного правильнее. Когда ты сможешь наладить связь со мной, потом можешь подумать о Высшем Я, или же делай это с профессионалами. Благодарю вас, Клаус. У нас есть очень хорошая традиция, добрая традиция. Все учителя-кураторы, которые к нам приходят, мы им всем воплощаем их желание. Вы можете заказать любую вещь, которая на земле присутствует. Фрукты, ягоды, чистую воду, какую-нибудь мыслеформу, какой-нибудь вид гор, лес, океан. Все, что вам угодно, мы можем вам это сейчас предоставить. Мне хотелось бы вам сделать этот подарок от нас. Мед. 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 Отлично. Хорошо. Давай сделаем тогда, Верочка, так. Корзиночка. И в корзиночке пять разных баночек с самым вкусным медом, который только есть на планете Земля. Один, два, три, пять баночек с самым лучшим вкусным медом на Земле. У нас появилась корзинка, там не баночки, а такие, как пиалы. Пиалы, значит, пиалы. И пять, и в середине, как соты, как такая тарелка соты. Клаус, это то, что вы хотели? И даже больше. И тогда в твоих, Верочка, руках появляется корзинка с самыми вкусными ягодами на Земле. Один, два, три. Мы ее традиционно передаем всем. Это единственный, по-моему, экологически чистый продукт, который остался на Земле. Клаус. Это для вашей команды. Поделитесь там. Я думаю, всем будет приятно. Приятно. Я вас благодарю. И мы благодарим вас. И буду ждать Игоря. Отлично. Мы втроем посылаем вам нашу энергию благодарности за то, что вы пришли и ответили на все вопросы. И мы тогда будем отпускать вас. Нам нужно тело возвращать Игоря в биоробот. Благодарю вас. До новых встреч. Благодарю и вы. Мы вас благодарим и желаем вам всего наилучшего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok